Шпикачки и купаты Шпикачки для набивки колбас Шпагат хлопчатобумажный для перевязки Оболочка Мы будем использовать вот такую коллагеновую, то есть белковую оболочку Ну и разумеется сырье Для приготовления шпикачек нам потребуется Говядина, свинина, шпик 20 грамм соли, 2 грамма перца, 1 грамм сахара 1 зубчик чеснока и молотый кардамон Для приготовления купат потребуется 400 грамм говядины, 300 грамм свинины Шпик около 200-300 грамм Приправа хмели-сунели и молотая корица 90 или 100 грамм гранатовых ягод 2 луковицы и 1 чесночинка Сейчас измельчим сразу луковицу с чесноком И начнем заниматься фаршем Поскольку фаршевая основа для купат и для шпикачек одинаковая Это 400 грамм говядины и 300 грамм свинины и плюс шпик То, соответственно, нарезаем мясо и измельчаем на мясорубке И в фарш добавляем соль, перец черный и сахар Свинина и говядина перекручены через мелкую решетку на мясорубке Теперь добавляем на килограмм мяса Добавляем 20 грамм соли 2 грамма перца И 1 грамм сахара Все это хорошо вымешиваем И при помощи блендера будем превращать в такую однообразную массу с однородной консистенцией И в самом конце добавляем в фарш шпик, порезанный кубиками И опять-таки его измельчаем либо с помощью блендера Либо просто можно его вручную хорошенько перемешать Теперь общую фаршевую основу делим примерно пополам Одну часть для приготовления купат, другую часть для приготовления шпикачек И начинаем составлять уже конкретный фарш Для приготовления шпикачек в фарш добавляем теперь еще молотый кардамон И чеснок Чеснок давим через чеснокодавилку Фарш перемешиваем теперь хорошо И оставляем на созревание В фарш для купат добавляем мелко нарезанный чеснок и лук Две луковицы и один зубчик чеснока Приправу хмели-сунели И чуть-чуть молотой корицы на кончике ножа Сейчас это все необходимо будет хорошо вымесить И потом добавить зерна гранаты И тоже фарш перемешать В течение часа в холодильнике фарш для шпикачек созрел Теперь необходимо взять оболочку Колбаски будут длиной 20 сантиметров Поэтому оболочку, я использую коллагенную оболочку Нужно нарезать на кусочки длиной 25 сантиметров И замочить их в теплой воде подсоленной Чтобы они стали эластичными Оболочка готова И сейчас ее нужно надеть на это устройство для набивки колбас Желательно сначала, прежде чем начать набивку колбасы в оболочку Сначала прокрутить, чтобы фарш получился здесь Тогда меньше будет воздуха Продолжим готовить купаты Фарш созрел в холодильнике в течение часа Я отрезал необходимое количество оболочки коллагеновой Сейчас я ее замочу в теплой воде Чтобы она стала эластичной И будем набивать колбасу Вот у нас получились такие вот купаты У меня получились 3 таких колбаски И одна совсем маленькая И последний технологический этап в приготовлении купат Нужно их погрузить сейчас в горячую воду Вода должна быть при температуре 95 градусов в момент погружения И подержать их буквально 2 минуты И потом достать Вот что у нас получилось Мы одновременно приготовили купаты И шпикачки Теперь купаты или шпикачки Они это сырые колбасы Соответственно их нужно подвергнуть термической обработке Дальше их можно жарить на сковороде На гриле Или в духовке И так далее И так далее И так далее Продолжение следует...